Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Куцей Сергей и я рад вас приветствовать на канале Каталог Воблюров. Сегодня наверное у меня будет такой очень эмоциональный разговор, очень эмоциональное настроение, поскольку то что сейчас происходит это просто жесть! Июнь, начало июля мы творим на воде такое, что просто жесть какая-то. Местные не выдерживают, те местные, которые там по слухам облавливают всегда на железо всех и все, подплывают и интересуются на что вы рыбачите, как вы ловите рыбу и так далее. В общем, в этом видео я хочу озвучить самое главное. В первую очередь это те условия ловли, в которых я очень удачно применяю вот такие расцветки воблеров. Это арбузик, как его в народе прозвали Fruit Tiger, Dragon Fruit Tiger, в общем официальное название одно, а таких названий в народе уже целая куча. Чтобы воблер хорошо работал, его характеристики рабочие должны подходить под определенные условия. Вот я не знаю, как эти цвета будут себя показывать в прозрачной воде. Те места, где я начал рыбачить с декабря 2017 года, прозрачностью воды не блещут. Это скорее всего либо такое откровенное болото, либо какая-то полупрозрачная вода. Первый воблер, который появился у меня в этом свете, был Jackal Maxquad 128 SP. На первой рыбалке он, по-моему, был лишь обрыблен или даже не был разломлен, я уже не помню. Но был такой, четко помню, солнечный, ясный день. Я его там среди дня поставил, не было рыбы, либо там что-то одно поймал. На следующей рыбалке кардинально другая погода, пасмурный день такой зимний, затянуто все такое там. Перед снегопадом очевидно было, уже точно не помню, но затянуто было конкретно. Солнечных лучей, по-моему, за день вообще не было. Этот воблер за целый день, я их там периодически меняю, но в основном Maxquad применял, поскольку в тех местах фоновой глубины там 3,5-4, а то и больше метров глубины. И среди всех других Maxquad в этом цвете мах выделялся ярко. Позже на других рыбалках, там тоже такая серия была рыбалок, ну что-то с чем-то. 22 рыбалки, декабрь, январь, пока жидкая вода у нас была на реке. 20 из них с трофейной рыбой, количество хорошее, качество вообще обалденное. И вот на последующих рыбалках с этой серией этот воблер очень хорошо работал именно в пасмурную погоду, либо на закатах и рассветах. Зиму отбомбашил хорошо Maxquad в этом цвете, среди Maxquad в других цветах. Хорошо, даже очень. Закончился запрет, начал я там потихоньку рыбачить, да не потихоньку, неплохо начал рыбачить на это Shiner в кислоте, на другие воблеры, на Pantoon 21 неплохо отловился, но на той же рыбалке, где потерял я Pantoon 21, Огорон, Александр Брик, мой друг, мы там были втроем, Виктор Шумичук, я и Александр Брик на этой рыбалке. Я расстроенный, нос повесил, камеры повыключал, звонит мне Саша. Серик, руки трясутся, сердце выбивает. Я, говорит, взял сразу два щура на этот воблер, 110 джеркал ререндж, арбузик, а потом взял два кабана. Эта рыбалка отснятая. Есть на канале, я в подсказочке ссылочку добавлю, пересмотрите, кому интересно. Ну, в общем, я расстроенный ставлю тоже этого красавчика, и он, можно сказать, восстановил моё настроение до такого крепко-радостного, хорошей щукой. В следующую рыбалку мы приезжаем в ясничный, ясный, солнечный день. В общем, работает у нас на реке течение. Сейчас достаточно хорошо воду давят, течка нормальная. Вода от такой крепко-болотистой до такой, ну, полупрозрачной, её тяжело назвать. Это там видимость 25-30 сантиметров может быть. А может быть, а может и не быть. Вот в этих условиях на эти воблеры каждая рыбалка заходит очень шикарно. Уже дошло до того, что я приезжаю, привожу с собой с рыбалки там 250 гиг видео, мне некуда записывать, я стираю старые рыбалки, записываю новые. В общем, бомбит этот свет. У нас в подобных условиях, кому интересно, на карте можете посмотреть. Это водохранилище Карачуны и речка Иргулец ниже по течению этого водохранилища. Замечательно! В чистой воде я ещё не пробовал, не могу сказать. Вот собираемся на Днепр, там попробую. Ну, я думаю, с этой рыбалки я сделаю видео. Потому что у меня там два десятка рыбалок, которые отсняты, были по полной программе. Хорошая рыба и трофейная рыба была. И вот, ну, не доходят руки. Сейчас и так, вроде бы, часто видео выкладываю и много снимаю. И, ну, рыбалки волшебные просто июнь. Друзья, кто не подписан, там, не добавлен ко мне в друзья в Фейсбуке, в Инстаграме, добавляйтесь, подписывайтесь. Вот, видео не всегда выкладываю, а фотоотчёты всё-таки чаще делают. Ну, тоже не всегда далеко. Короче, июнь отбомбили. Не только в моих руках, не только на моих снастях. Мои друзья также подтверждают работоспособность этого цвета. Высокую в наших условиях. Саша Брик там вообще тащится. Виктор Воробьёв, Виктор Шунин. Ну, в общем, не буду я всех озвучивать. Уже вот такой список моих друзей, которые обваблилились такими цветами, скажем так, и очень довольны. Хочу сказать ещё, что очень часто моё мнение бывает, знаете, первым по какому-то товару. И вот если оно положительное, часто люди пишут какие-то такие критикующие отзывы. Вот заказывал себе груза у Днепросвинец и очень вспомнил те комментарии, которые писали. Мол, там, ну, это всё реклама, такие классные груза, ты так хвалишь, это всё реклама, это всё проплачено. Выбрал я себе там грузов вот у Днепросвинец. Мне говорят, это в камеру не показывают. И это не показывая в камеру, потому что разбирают бешеный спрос. Куча стран, где уже знают качество этой продукции. Мне так интересно, вот, ну, кто мне писал там комментарий, ну, вот, честно признайтесь, такого рода, после уже итога применения, после полученного опыта этих грузов. Почему загрузов, заговорил, вообще, сейчас покажу. Как присел на розовый цвет, раньше, если вы помните, как-то в подобных расцветках воблеров вроде бы-то и не было. Сейчас собираюсь на джиговую рыбалку и вот набрал, в розовых расцветках даже грузиков. Я не знаю, будут ли они работать, будут ли они там помогать как-то более эффективно уговаривать рыбу, либо не будут, не знаю. Но мне так этот цвет понравился. Не просто понравился, а понравился по итогу применения, по бешеному просто количеству рыбы. В июне, летом, в начале июля. Очень хочу воблер Megabass Itoshiner в такой же расцветке. Но вот что-то близкое нашел. Это другой воблер от Megabass в подобной расцветке. Очень жду, когда Megabass там руку на пульс все-таки покладут. Мне говорят, что там на Алиэкспресс уже китайцы тоже очень серьезно озадачились вопросом цветов. Ну и Fruit Tiger есть, и у них есть этот цвет, и у бренда Strike Pro уже. В общем, одним из первых людей, которые так здорово высказываются по поводу этого цвета, я тоже хочу быть. Пусть сразу там будет немножко критики. Через какое-то время, я думаю, все-таки будет все совсем по-другому. В правильных условиях, за все условия я не говорю, говорю лишь за те, где я рыбачил. Есть у меня много писок по разным городам, даже уже странам, но, в общем, это не мой опыт, сильно распространяться не буду. В подобных условиях это такая полупрозрачная вода от силы, а то гораздо такая попечальнее. Болото какое-то работает волшебно. Fruit Tiger просто бомбят. У меня, ну, вы видели, уже потерял и 110-го, и 110-й вот за одну рыбалку. Это был абсолютно новый воблер, который мне прислали в виде рекламной продукции с компанией Ibis. Ни копейки не платил. Ну, да ну, в принципе, если у вас канал там в несколько тысяч подписчиков, и когда вам рассказывают, что я там покупаю, собираю, продаю почки, дочек отдаю в рабство, то вас тупо разводят, друзья. Понятно, что все заинтересованы в какой-то рекламе дополнительной, а это, получается, откровенно скажем, очень дешевая реклама, когда тебе прислали там на тесты воблеров, ты на них, если зашло, удачно рыбачишь, то, ну, понятное дело. Но суть не в том. Суть в том, что офигительный цвет. Среди всех этот цвет, вот в моих условиях, сейчас просто подпишитесь на Инстаграм, подпишитесь на Фейсбук, посмотрите эти отчеты там. Ну, происходит просто жесть. Но, повторюсь, в чистой воде опыта еще не было, чтобы никто не обманулся при выборе цвета своей следующей приманки. Всем большое спасибо за внимание, всем не хвоста. Думаю, очень интересных видосиков наснимаю на огромной воде, где огромные разливы. Джига на рыбалке планируем, но все-таки я постараюсь там, где все ловят на джиг, поймать и на воблер. Всем не хвоста и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok